Я Ищенко Александр Васильевич, являюсь председателем колхоза «Новые выселки» на протяжении 20 лет. Хозяйство расположено в Саратовской области, Калининский район, над моим именом название села «Новые выселки». В нашем хозяйстве в обработке находится 7 тысяч гектар земли. Подсолнечник занимает 20% от общей площади. Выращиванием подсолнечника мы занимались всю сознательную жизнь. Бичом подсолнечника в сельском хозяйстве является заразиха. Мы сейчас присутствуем на поле, в котором используются все три метода борьбы с заразихой. Это агротехническая, это химическая и генетическая. Прещественником на этом поле подсолнечника является кукуруза. Кукуруза является провокатором заразихи. Второй способ – это химический метод борьбы с заразихой. Химический метод борьбы с заразихой дает не только эффект от заразихи, но и, посмотрите, какой чистый рядок, даже нет сорняков. На этом поле был применен гербицид Каптора фирмы Сингента для борьбы с сорняками. Но этот гербицид является химическим средством борьбы по контролю с заразихой. И третий метод борьбы с заразихой – это генетический. На данном поле пассейн-гибрид розета, устойчивый к семи расам заразихи. И все эти три метода борьбы с заразихой дают устойчивые, стабильные урожаи в нашем хозяйстве. В прошлый год урожайность доходила до 40 центнеров с гектара. Генетический метод борьбы с заразихой является самой затратной. На наших полях заразиха присутствует в разной степени. Поэтому, чтобы немножко экономику повысить, можно наряду с семирасовыми гибридами, можно использовать и пятирасовые гибриды. Это гибрид савинка. Это давно проверенный временем гибрид. Он устойчив к пяти расам заразихи, но дает очень хорошие, стабильные урожаи. До 30 центнеров с гектаром мы получаем. Поэтому при покупке гибридов можно и внимание уделить савинке. На этом поле площадь 360 гектар посеет гибрид розетта. Как мы ранее говорили, на нем присутствует три способа защиты от заразихи. Но все три способа защиты заразиха, это как бы экспериментально. Почему у нас в нашем хозяйстве применяется три способа? Потому что заразиха на разных полях находится в разной стадии зараженности этим паразитом. Поэтому на некоторых полях достаточно одного агротехнического метода защиты, как на этом поле, который это предшественник кукуруза, провокатор. И в плане всего оборота, что возвращение этого подсолнечника на данное поле через 5-7 лет. Второе идет, это химический. Это использование гербицида Каптора. Он является гербицидом, используемым от сорняков и также для сдерживания заразихи. И генетический, к которому относятся гибрид розетта. Мы можем варьировать метам и защитой на каждом отдельном участке, в зависимости от заражения данного поля заразихой. Кукуруза, доказанная наблюдениями, она является монокультурой. Скоро, так как сингента такими семименькими шагами идет в этом развитии, что подсолнечник у нас скоро будет монокультурой. Так как подсолнечник является самой маржинальной культурой, так вот на сегодняшний день такую цену объявили на подсолнечник, что теперь фермеры будут съесть только один подсолнечник. Субтитры создавал DimaTorzok Мы как раз к этому и приходим, к агротехническим методам борьбы с заразихой. Простой пример. Если мы не используем эти методы защиты, то мы получим 10 центеров с гектар. А если мы используем эти все методы защиты, мы получим 40 центеров с гектара, с 1000 гектаров, прикинь. Или 1000 гектаров, 1000 тонн подсолнечника, или 4000 подсолнечника. Поэтому вопрос как раз, вот эта фирма Сингента, как раз она, ну это нужно, чтобы в голове было у людей, а не то ты где-то делаешь затраты, да, но ты получаешь то же количество денег, но на меньшей площади. И ты держишь эти свои 15-20% всего бороть. Вот. И это уже не отражается на земле. Так, до такой степени. И занимайся, пожалуйста, другими культурами. Мы ушли от яровых, там сократили посевы ячменя, сократили яровой пшеницы, а вот увеличили посевы кукурузы. И как раз вот фирма Сингента на сегодняшний день тоже уделяет внимание кукурузам, гибридам кукурузы. И так как мы занимаемся еще и животноводством, они разрабатывают новые гибриды именно для животноводства такие, чтобы по питательности, именно для силоса, для заготовки силоса. Вот мы тоже занимаемся вот именно. И ждем очень хороших гибридов именно кукурузы от фирмы Сингента. Если до этого вы работали с другими компаниями, химическими, гибриды, то в этом году вы говорили, что решили попробовать. Я так понимаю, что посевы уже не демонстрационные, а производственные. С чем связано, почему такое доверие Сингенте, почему вы выбираете именно эту компанию объективно? Сингент, а мы сейчас опять же говорим именно по экономическим. То есть они получаются дешевле? Нет, получается они получаются урожайнее. Вопрос, выход с гектара. Мы считаем, например, как фермеры, мы считаем выход денег с гектара. Какую культуру сеять с гектара? Именно экономически. Поэтому получается, чем выше урожай, тем больше денег. Масло самое высокое в Сингенте. Плюс, ну вот еще сейчас, если высокоэлин будет, в принципе, ну почему-то некоторые боятся этим высокоэлиновой сеять. Но мы сеем вот до такой степени, мы не видим большой разницы. По технологии, да. В технологии вообще нет той разницы, а в урожайности. Потому что еще вопрос у нас еще есть, кроме Сингента, еще есть. Не будет дождя, какой бы мы гибрид не сели. Или когда мы говорим, по моему мнению, мы смотрим еще на стоимость гибрида. И говорим, что да, если ты посеешь хоть золотой гибрид, ну некоторые фермеры считают, да, я купил семена хорошей фирмы, да, посеял, ничего не делая, я получу урожай. Ну это миф. И другой, обратная сторона, семена простые, нормальные семена, ну не выделяющиеся чем-то там особо таким, какими-то методами. Но хорошая технология, опять получится урожай, в принципе, нормальный. К выбору гибридов подсолнечника нужно подходить с экономической точки зрения. Фирма Сингента нам дает большой выбор в этом отношении. Редактор субтитров А.Семкин